Это невероятная квартира. Всё в этом доме сделано своими руками. И мебель, и посуды, и предметы декора. Картины, панно и статуэтки. Автор всего этого великолепия, гордость Красноярского края, мастер Фёдор Филимонович Нехорошев. Фёдор Филимонович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете. Сейчас мы готовимся на краевую выставку. Проходящая будет проходить в городе Дневногорске. Вот я готовлю для этого картину «Куликовская битва». Этой картиной я занимаюсь полгода. Особенно много времени уходит на мелкие детали. Особенно когда я буду делать кольчугу. Это очень хлопотливая работа. Потом войска показать их, каждая деталь. Всадники, шеи эти. Сколько здесь человек? Тут больше трёх тысяч. Фёдор Филимонович, я попрошу у вас экскурсию по вашей квартире, по вашему буквально музею. И хотелось бы начать с того, что мне показалось, что вон та статуэтка очень похожа на вас. Правда ли? Да, это автопортрет, который я вырезал. И свою жену, свою половиночку. Вот такие бы были в молодости. Вот похоже. Все мои работы, все моё творчество, естественно, посвящено жене, которая всю жизнь была моей музой, вдохновляла и направляла на творчество. Фёдор Филимонович, вы вот сам непревзойдённый мастер. И как к этому ко всему вы приобщили жену свою? У вас много совместных работ. Расскажите, как это всё начиналось? Ну, как начиналось? Когда у неё стало много времени свободного. И она, естественно, куда-то ей надо было воплотить это время заполнить. И, естественно, ей это очень даже вдохновило. Она уже забыла про свои болячки. И всё, и вот с этого и началось мы. Я стал её делать из дерева. И она их стала расписывать. Ну, вот ещё тоже по просьбе жены. Она попросила, говорит, давай маленько квартиру украсим. И вот что получилось с этого. Вот такая ваза. Это называется тупик. Говорится, не лезь в бутылку, иначе с ней уже тяжело выбраться. Тоже тупик. Это уже змея опуталась. Другой вариант маленький. Резьбой я занимаюсь. Всегда своими инструментами. Которые сделал, чтобы они были удобными. Если я не занимаюсь этим делом, я устаю. Если и считаю, что я потягал это время. Когда я начинаю заниматься, мне всё, голова светлеет. Светлые мысли. Столько энергии на меня это приходит. От дерева идёт такая энергетика. Так что я, наоборот, от неё питаюсь. Фёдор Филимонович, спасибо вам за экскурсию. Нам всё понравилось, всё прекрасно в вашем доме. Но ответьте на наш последний вопрос. Скажите, какие у вас планы на будущее? Планы на будущее у нас такие, что на предстоящих выставках мы планируем выступить не только вдвоём, но и с внуками. Редактор субтитров А.Сёмкин